Начнем вспоминать историю Мордовии за 20 мая с большого и интересного события без налета мордовской культуры. В этот день, в 2003 году, на Советской площади монтировали огромную привозную сцену и 6 тонн звукового и осветительного оборудования. Готовились к концерту группы «Мумитроль» и Юлия Чечерина. А это саранский зверинец образца года 2005-го. Здесь случилось знаменательное событие. Трех новорожденных рысят прятали от посторонних глаз. А в 2010-м в этот день в творческой среде случилось знаменательное событие. Впервые прошла выставка группы «Худсовет», а Евгений Симкин с подачи свободных художников показал, что же такое объективная реальность. Все зависит от того, под каким углом смотреть через объектив на окружающий мир. Если особо не приглядываться, все выглядит вполне благополучно. Но по-настоящему объективной реальность становится, только если смотреть на нее гораздо шире. В 2011-м году Александр Аносов в этот день продолжал расследование загадочного убийства кроликов в Ичалковском районе. Главная подозреваемая, широко известная в узких кругах Чупакабра. Тогда даже правоохранители на полном серьезе говорили, кто, если не она. Определенных знаний не нужно было иметь, чтобы по обстоятельствам определиться, установить, что данные души не произвели, то есть довольно-таки сильные животные. Перенесемся из района в столицу Мордовии. Здесь, в центре Саранска, разразилась настоящая война. Против собирательницы всего и отовсюду ополчились соседи. А это год 2015-й. Людмила Кусерова рассказывала о последнем дне шторма, самого экстремального аттракциона в городе. Директор городских парков показывает, вот здесь держалась кабина, а потом, прямо на полном ходу, слетела. Благо, никто не пострадал. Вот она стрела, которая сломалась, она лопнула в верхней части и, соответственно, кабина отвалилась назад. В этот день, в 2016-м, Павел Степаненко отправился на заседание суда. Дело было интересное. Рузаевское железнодорожное начальство осилило украсть 30 тонн рельсов на 200 с лишним тысяч рублей. Только двери зала для журналистов оказались закрыты. В зал суда проходят адвокаты и подсудимые, некоторые даже закрывают лица. Следом прокурор. Наконец, заходит и судья. В общем, все внутри, мы снаружи. В 2020-м, несмотря на то, что сезон фонтанов в городе обычно открывают 1 мая, чаша звезды Мордовии была почти сухой, а вокруг суетились люди в комбинезонах. Пуск фонтанов тогда отложили до конца режимы самоизоляции. А клининговой службе дали 7 дней, чтобы натереть звезду Мордовии до блеска. Ну, обработка специальным средством, ну и применять вот скребки, щетки, что-то содержащие. Таким был этот день в разные годы работы 10-го канала, таким запомнили его журналисты наших новостей. Светлана Лашина, Наши новости.